Всем привет, с вами МорВК и Реальный Рандом. Добрались мы до восьмого уровня, паназиатские крейсера в раннем доступе. Ну и как бы вы все знаете, сейчас немножечко про ТТХ, про сборочку, и идем в случайный бой, который какой будет, такой и будет, без прикрас. Собственно, время затягивать не будем, идем в ТТХ. Здесь мы сразу видим, что, правильно, броня отсутствует, как и на предшественниках. 16-миллиметровая обшивка, надстройки, что-то там башенки побронированы, все это пробивается замечательно всеми калибрами, взводится и аннигилирует вас напрочь. Важный момент здесь какой? Вот эта вот штукенция под названием Цитадель стала более обширной. Более обширной, проще в нее попадать, больше шансов, что снаряды взведутся, и теоретически этот корабль будет жить похуже в боях, чем предшественники, хотя, казалось бы, куда хуже, но это, в принципе, печальный элемент. Цитаделька стала больше. Из приятного, вот эта вот не пробивается полубронебойками, за исключением Марка Пола, да, у него калибра должно хватать на пробитие. В принципе, пожалуй, на этом и все. По броне, как и сказал, отсутствует, ХП отсутствует. Ну как отсутствует? 26500, а это, конечно, заглядение. 4% ПТЗ. С учетом брони вы засветились, сдохли. Нового здесь абсолютно нет ничего, все то же самое было на семерке, шестерке и пятерке. Выживать же нужно за счет маневренности и маскировки. Здесь все становится еще хуже, чем на предшественниках. Ну, корабль же улучшается по... Не улучшается, а растет по уровню, соответственно, он должен быть качественнее. Но не суть. Максимальная скорость невысокая, циркуляция весьма себе высокая, с учетом длины корпуса, время перекладки рулей тоже неудовлетворительное. Лодка управляется весьма себе посредственно. Ну и как бы мы об этом поговорим, я думаю, дополнительно в бою. Здесь добавить пока что нечего. По сути, только некая теория, управлять не особо ей комфортно. Маскировка уже тоже не может похвастаться какими-то сверхтоповыми показателями. Это, конечно, все еще хороший инвиз при прокачке, естественно. Мы можем, конечно, там где-то отсвечиваться, подходить поближе. Но у нас такая скромненькая дальность стрельбы, что при таком инвизе это все равно плохо. То бишь, если была бы большая дальность стрельбы, километров там 15-16, это был бы хороший инвиз. При такой дальности стрельбы это плохой инвиз, потому что его мало. Что касается самих орудий, они становятся у нас 130-мм, там перезарядочку, видите, да, хорошенькое, башенки сами быстрые, какой-никакой урон снарядов, точность вроде должна быть из важного. Здесь хорошая начальная скорость полета снарядов. Теоретически баллистика будет лучше, чем на предшественниках, а значит будет проще стрелять. А значит теоретически снова-таки можно будет больше надамажить. Об этом мы уже тоже поговорим в бою. Что касается торпед, они уже идут на 11 километров. Все такие же глубоководные, 62 узла скорости, по 4 торпедки на борт. Ой, кого по 4? Это мы с вами переборщили. 4 торпедных аппарата по 3 торпеды, то бишь 6 торпед на борт. Плюс у нас есть расходник, ускоренная перезарядка торпед, все мы его знаем по семерочке уже. Соответственно, вот эта вот штукенция начинает уже действительно куда-то спамить относительно много торпед. При неплохом уроне и если они попадают, то это тот урон, который позволяет нам быть не совсем уж фекалием. Собственно, здесь все. Глубинные бомбы. Подлодки выведены. Ну и как на предшественниках, повторюсь, вы крайне редко ими будете кого-то бомбить. Урончик, снаряды, сколько чего есть, показано. Все это в тесте может измениться. Что касается ПВО. ПВО ходостойное. Дальность стрельбы высокая. Разрывов, конечно, немного, но урон в них более-менее приемлемый. Ну и самое важное, что у нас постоянный урон в аурах вполне себе высокий, в средней части. И у нас есть заградка. Вот если рассматривать это ПВО без заградки, то оно как бы ну средненько такое неплохое. Под заградкой зашибись. Сбивает самолеты шестого уровня, что-то сбивает восьмого уровня. Десятки не сбивает. И десятки с учетом вот той живучести вас еще самого в порт быстрее отправят. Соответственно, очень избирательно ПВО работает по своим целям. Но как-то полагаться на него можно. Особенно если взять в расчет то, что вы где-то стоите в дымах, самолеты кто-то вам светит. И вы такие тра-та-та-та-та-а, все позбивали. Но не факт. Собственно, здесь добавить также нечего. Расходники, как и сказал у нас торпеды, перезарядка, ПВО-ха и дымогенератор, который мы уже все привыкли видеть на предшественниках. Ничего здесь не меняется. Поэтому идем в сборочку. В сборке основное вооружение. Я сказал основное вооружение. Защита машинного отделения. Обязательно, как и на семерке, нужно раскошеливаться на дымогенератор. Здесь энергетичка. Причина та же самая, кто на семерке. Если не смотрел, посмотрите. Ну как бы рули с ситуацией не правят. Энергетичка, с учетом того, что у нас отсутствует габ, хотя бы позволяет иногда из дымов оперативно свалить. Соответственно, больше шансов выжить в некоторых ситуациях. Ну и в пятый слот инвиз. Инвиз, инвиз, конечно же, инвиз. Что касается перков. У нас перки должны бы быть минимально вот в таком выборе. То бишь 15-ти перковый капитан, как и на семерке. В идеале бы здесь иметь еще дополнительно тяжелые ОФ и ППБ. И что-нибудь вот в торпедки вкинуть. Я бы, наверное, сделал вот так вот. Ну, просто чтобы было. Альтернатив здесь каких-то для себя существенных я не вижу. ВОХ усилять тоже глобального смысла не имеет. Можно торпеды сами по себе улучшить урон. Тут уже как бы дело вкусовщина. Но вот это то, что точно нужно иметь. Желательно бы вкачать еще вот это вот. Но мы пойдем без этого перка. Как и говорил, максимальный набор перков я буду брать только уже ближе к хайлевелу. Восьмерка, переходное звено. Типа качаем капитана, смиренно терпим и получаем удовольствие. Альтернативы, так сказать, я вам дал по сборке, если у кого-то есть прокачанный капитан. Осталось нам выбрать сигнальчики. Здесь все быстро. Ну, камуфляж, естественно, берем какой-нибудь, чтобы был обязательно на инвиз. Сигналы нам рекомендуют, как и на предшественниках. Всякие разные. Я бы даже сказал, кучу абсолютно непринципиально важного. Шесть сигналов основных, при желании можно довесить ПВО, если сигналы имеются. Вот эти шесть стоит брать обязательно. Итого получается, корабль собран, вкратце по ТТХ пробежались. Ну и давайте уже нажмем в бой. Страшно. Итак, прошло немножко времени. Страх утихомирился. Смирение пришло ко мне в душу. И мы видим что? Что нас забалансило к десяточкам. При дальности стрельбы в 13,5 километров. От души снимаю шляпку. Ща буду кайфовать и получать удовольствие. К сожалению, еще очень долго вот у нас прогружается сам по себе боец. Я бы хотел побыстрее перейти к респу и оценить свои шансы на успех в этой битве. Оценивать, мягко говоря, и нечего. Реснул нас на фланг, это хорошо. Но куда бы нам так поддаться, чтобы понагибать, я не знаю. Есть у нас тут на передовой эсминец. Может, мы от него сможем что-то навоевать. Гарантий, правда, никаких. Итак, стартанули мы в боец. Эсминец, конечно же, авкает. Куда ему деваться? Видим, что у нас заметность 9,5 километров. Ну, для десятого уровня это, конечно... Ой, для десятого. Для восьмого уровня это, конечно, хорошо. Но, блин, 13,5 километров дальности. И давайте сразу разрешим принципиально важный вопрос. Это баллистика и скорость полета снаряда. Да, снаряды здесь летят пошустрее, чем на предшественнике. Соответственно, стрелять будет нам попроще. Попроще по линкорам попадать, да и даже по крейсерам. Я бы сказал, что появляются шансы попадать километров на 10-11. Хотя извернуться для этого тоже надо. Корабль за счет энергетички быстро сейчас скорость набрал. И вроде как мы так движемся неплохо. И даже углы стрельбы видим, что могут нам позволить куда-то пострелять. Но здесь опять-таки вот та же самая тема, что и на других паназиатах, на которых мы играли. Оно как бы по углам стрельбы не шибко крутое. Потому что... Ну как бы надо раскорячиваться. Только здесь нюанс в том, что у тебя брони все равно нету. И как бы раскорячился, не раскорячился. Тут если в тебя попадут, в любом случае пробьют и нанесут урон. Поэтому я эти углы стрельбы принимаю именно исходя из того, что... Какая разница, как ты плывешь? Тебя все равно будут калечить. В случае чего тебе же надо задымиться и отстреливаться. Поэтому неплохо. Но могло быть и лучше. Поэтому надо об этом не забывать. Углы пуска торпед, кстати говоря, после семерки сделали адекватными. То бишь теперь мы можем торпеды пускать и куда-то в атаке приемлемо. А не просто вот так вот, что портом чуть ли надо встать. Вот такие вот у нас были там пуски. Но это вообще в раскоряку уже идешь. Это хорошо. Это я даже поощряю и одобряю, что торпеды можно пускать как в атаке, так и в обороне. Ну и вот здесь вот флетчер баканул. И с дымом выкатился и начал стрелять. Мы воспользуемся, конечно же, этой его оплошностью. И дадим наш первый урон. В 627. Сказать, что я восхищен, ничего не сказать. Знаете почему? Я попал. Кто бы мог подумать. Не в нас летит? Не, не в нас, в норку. Ох, ё-моё, пацанут поплохело на 12 косарей. Разворачиваемся мы с вами обратно. Ну вот пока тут катаемся, можно заметить, что как бы корпус длинный, с такой циркуляцией. Ну, корабль не особо приятно поворачивает. И в такие манёвры вас могут реально подсветить и очень даже добротно отфигачить. Поэтому здесь на манёвренность-то какую-то ставку хорошую по выживаемости-то и не сделать. Сами действуем агрессивно. Пытаемся, по крайней мере, действовать агрессивно. Но это не из-за того, что мы такие вот пальцы веером все хотим нагибать. А потому что дальности стрельбы нет. Мы с десятками играем. Ничего, блин, до конца света здесь кататься и ждать, пока кто-то подойдёт, чтобы я пострелял. Собственно, это лишний раз подчёркивает, что? То, что корабль у нас больше ориентирован на оборонительный геймплей. Только, чтобы обороняться, нужно иногда и в атаку податься. А с этим бывает сложнее. Ну, мы там наш первый залп по флетчеру зафейлили. А вот далее вроде как бы попали. Но кто-то у нас всё ещё светит. И здесь вот это шикишимы ещё. Я стрельнул. Почему нет-то? О, бежит. Бежит, бежит, бежит. Пожарная тревога. Непалатки устранены. Всё-таки отсюда светит. Всё-таки отсюда. Давай, это нехорошо. Я так притих, потому что думаю, а как мне выходить из этой ситуации? Пока с чистой воды пытаемся побаковать. Хотя, я думаю, что это опрометчиво зря. Ну, где-то здесь и сменится тусит. И я, к сожалению, ничего с этим сделать не могу. Вот это весь наш геймплей. А, гемат пилюлей получает. Ну, чё, мне в дымышь, что ли, просто так вставать, когда рядом врагов-то даже нет? Ой, прекрасная, благословенная паназиатская ветка. Да за что ж ты была создана? За что ты обрекаешь меня и других игроков на психологические мучения? Ну, и сменец с этого фланга, он ушёл на точку Б, поэтому фиг с ним. Мы условно разогнали отчаянного. Всё хорошо, сейчас будем дальше пытаться сблизиться. И, может быть, мы сможем по кому-то пострелять. Потому что, о чудо, произошло. Некая Шокешима гребёт в нашу сторону. Мы даже с вами сейчас торпеды откидаем туда. Давайте начнём ставить дымогенератор наш профессиональный. И надеяться на то, что Холланд будет нам подсвечивать. Сейчас задымимся. И приступим к аннигиляции противника. В принципе, справедливости ради, действительно, стрелять стало проще. Ну, баллистика более приятная. Легче попадать по целям. Единственная, так сказать, трудность, которая осталась, это то, что у тебя нет дальности стрельбы. И ты всё ещё тот же профессиональный оборонительный крейсер, который должен дождаться того, что враг к нему придёт. А враг он такой. Он очень редко хочет к тебе приходить. Ко мне-то уж тем более. Это вот у пацанов, которые назад сдают. Там пацаны и другие. Всё время на них почему-то лезут. А меня не атакуют. Ну, вот здесь вот наш шанс пожара подзарешал. И мы Шакишиму, на самом деле, нормально так просадим по хпхе. И вот здесь вот Холланд с Холландом схлестнулся. И мой Холланд его формально перестрелял, но вражескому Холланду сопортят. Сопортят, а это ведёт к смерти союзного. И там Норк ещё Шакишиму подобрала. Хотя это был мой законный фраг. Два пожара в аварийку, между прочим. Наши единственные два пожара за 83 попадания. Не густо. Скажем уж честно, не густо. Я бы даже сказал, что нам ещё должны. Но, походу, на команду везёт. Вон там эти гаврики что-то воюют, кого-то убивают. Хотя это, наверное, не точное утверждение. 50 секунд. 50 секунд у нас с вами на то, чтобы найти новую цель. Новое место, где мы задымимся. И будем стрелять. Вот сейчас вот этот вот Аляск меня засветит. Как бы меня тут не грохнули. Что инвиз всё-таки не особо хороший. 9,5 километров. Но недостаточно этого нам. Недостаточно, вот реально. Подстреливаемся. Туда ещё торпедки мои идут. Ну и, кстати, вот на отступлении углов стрельбы прям точно не хватает. Хорошо, что хоть Аляска фугасами стреляет. Торпеды не попадут, да? Или попадут? О, дамаг, дамаг, ребятоньки, я имба. Я имба, я 30 тысяч почти сейчас вот вкинул. Видали, всё, я теперь в балансе. Я офигенный. Надо нерфить, это ж имба. Ну смотри, торпедами попал и даже настроение появилось. Появилось ощущение, что я создан для уничтожения кораблей противника. Сейчас мы туда попробуем в аварийку пожаров побольше поднадать. Здесь вот этот плывёт, гаврик. А, понял, принял. Установка дымов завершена. Но пожары не хотят вообще прокаться. Успеем бы бэхи фигануть. Но это скромно. Здесь попробуем сейчас дистанцию разорвать. А, самолётик. Самолётик, самолётик. Придётся стрелять. Может быть, нас сейчас в корму сваншотит. Но зато посмотрим реализацию бэбэшек. Отсутствует. И всё. И ваншот нафиг от Аляски залетает. Но у меня 84 тысячи урона. И, кстати, мы проиграли. Классно. Почему? Потому что вот у нас фланг. Тут где-то пацаны за мной были. Наша смерть, она неминуема. То есть убивать этого некому. У них все живы. Мои все по чили. А там стоят, катаются, веселятся по фанчику и так далее. Ну и чё изменилось? Вот если сравнивать с другими паназиатами. И, в принципе, вот так вот если поговорить. Ну, сдохли, уже не успевали отступить. Магами прям хорошо прорашил. В Бартину он не бьётся нашим калибром, как мы выяснили. Удовольствие. Ой. Ну, это лучше, чем семёрка. Во-первых, давайте вот отстранимся от всего. Это лучше, чем седьмой уровень. После того, как ты выстрадываешь реально на семёрке, ты получаешь ГК, который приятнее. Снаряды летят быстрее. Не то, чтобы урона больше. Урона нифига не больше. Пожаров почему-то мало. Прям вот откровенно говоря, мало. Но из-за банальной мелочи, казалось бы, скорости полёта снарядов, это ГК становится приятно. Далее. Торпеды более дальнобойные. Нам проще их реализовывать. Больше шансов, что они попадут. Если вот опять-таки возвращаться к предыдущим роликам, кто не смотрел, посмотрите. Кто смотрел, я думаю, видел. Торпедами мы там вообще, по-моему, не попадали. Но говорили, вот если бы попали бы, мы бы занагибали. Здесь попали. 30 тысяч нам дали торпеды. Ну, 28, да. Округлим поменьше, пусть будет. Вот. Но это очень серьёзный урон. И мы как бы ещё, если бы не облажались бы, то тоже бы неплохо так постреляли. Ну, как облажались? А здесь не мы облажались. Мы отступить не можем. То есть мы пытаемся весь бой... Всё, проблематики, ё-моё. Весь бой я пытался сблизиться, чтобы пострелять. Ибо я пришёл в игру воевать. Я сблизился. Пока я сближался, мои союзники сдохли. Я уже не могу отступить, потому что мне не хватает инвиза. Корабли противника рашат. Корабли противника нас всегда убивают. Три раза по нам попали, мы ласт склеили. Удовольствие. Всё, отпустило. Да просто вспомнил, аж вспылил. Истребители, кстати говоря, вон этого миоки нифига тоже не сбивали. И вот как-то вот этот корабль, он лучше, чем семёрка. Но мысль о ветке, что это всё фигня, меня не покидает. Потому что оборонительный геймплей, это, конечно, очень важная часть игры. Но когда ты не можешь играть в атакующий геймплей, шансов на успех в бою значительно меньше. Или нам вот надо было стоять, ждать где-то вот на линии вот этих островов, пока убьют союзников. И вот сейчас мы бы такие задымились бы и от подсвета Югума стреляли бы по Айове. А потом бы подошла Аляска и всё равно бы нас убило. А потом подошёл бы Магами и всё равно бы нас убили. В общем-то, как-то так. Я хочу дождаться итогов. Итоги, когда всплывут. Я склеечку забабашу. И мы ещё чуть-чуть с вами посмотрим, кто как играл. И насколько мы были всё-таки великим геймером вот в этом бою. Так, вот и закончилось там это великое противостояние. Мы даже победили. Это просто коры на самом деле. Там эсминец получает один в поле воин, потому что у нас был хороший задел по очкам. И он даже там кого-то сокрушительному... Не, не сокрушительный ему не дали. Но он там норку потопил, 1040 хп и снёс, короче. По очкам победили. Чисто по очкам. И того, что мы имеем. Хороший средний урон для крейсера в балансе. Хороший. Но это хороший урон. Точку мы там помогали захватить. Отсутствие пожаров. Какое-то затопление. Топ по опыту. Топ 3. Да, топ 1 не догнали. С учётом того, что мы играем с десятками. Ну, подробный отчёт. Вот это цели, кого мы подамажили. Туда и стрельнули, сюда и стрельнули. В общем-то и заглотнули потом. Кредит и опыт. Кому интересно, это я так дополнительно решил показать. Важно, что я хочу добавить. Корабль реально, повторюсь, лучше. Чем семёрка. Ради него, наверное, стоит, может быть, как-то поиграть отчасти для кого-то. Потому что у нас люди любят всяких атлант и прочее. Именно за счёт баллистики здесь можно добиваться какого-то результата. Не то, чтобы прям высокоофигенного. Есть своя проблематика. Опять-таки мы в большей степени корабль обороны. Главное, чтобы пока мы стоим в обороне, за нами все союзники не закончились, как у нас. Чтобы оборона в итоге не провалилась. Надо вот что надо оборонять, чтобы не провалили. И, ну, неплохо. Я вот то есть сыграл, у меня какого-то прям серьёзного отвращения к кораблю не появилось. У него есть все те же трудности, что и у предшественников. Но есть свои плюсы, которые позволяют на нём играть поприятнее. О них я уже сто раз сказал. Вот как-то так. На этом всё. Комментарии, лайкосы, подписки. Кто хочет и у кого есть желание в спонсоры, вступаем. Кто ничего не хочет, закругляемся. Ждём видоса по девятому уровню. Всем пока. Увидимся в боях.